Сегодня персонально ваш и наш политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Почему у нас так происходит, что даже на 9 мая, на этот праздник, который многие называют святым, в разных регионах власти загоняют людей на памятные мероприятия? В чем тут дело? Они что, не верят в нас, что мы способны сами, без приказа, выйти с цветами, со свечами, с портретами, чтобы почтить память тех, кто воевал? Владимир, я думаю, что действительно не верят. Это пункт первый. Пункт второй. Они были бы не рады, если бы вы сами вышли с цветами, неорганизованно. Потому что для властей нынешних главное это, чтобы все было организовано. Широкие народные массы, стройными рядами, ведут туда, куда их направили. Слово контроль для них ключевое? Ключевое, конечно. И здесь вот и есть фундаментальное расхождение между нами и властями власти. Искренне считают, что мы сырой материал, который следует формировать. Ну, я напомню, как Никита Сергеевич Хрущев, человек крайне не глупый, но в то же время простой. Просто замучен был из своих воспоминаниях об этом говорить, что Сталин все время рассказывал о том, что народ – это навоз, из которого великая личность что-то формирует. Не навоз, конечно, он другим словом наверняка пользовался, но у Хрущева написано вот так. Поскольку он большой интеллигент, значит, в просторечии без мата слова не скажет, но когда речь идет о воспоминаниях, там, значит, вот такая терминология. Я думаю, что Сталин пользовался термином тем же, которым Ленин обозначал российскую интеллигенцию. Но дело не в этом. Дело в том, что мы для них объект пластилин, вежливо выражаясь, из которого можно что-то слепить. Поэтому, ну, я могу это перенести на научный язык. Это называется конструкционизм. То есть, конструируется идентичность. На Украине она так конструируется, в Беларуси – этак, в Узбекистане – по-третьему, у нас – по-четвертому. И главное, чтобы этот процесс был под контролем власти. Она не может допустить, чтобы мы сами идентифицировались. Вот Левада Центр, например, выяснил и утверждает, что в этом году желающих отмечать День Победы и число планирующих праздновать День Победы больше, чем когда бы то ни было, с начала 2000 года. И это больше 70%, 76%. Такой цифры не было никогда. Очень даже может быть. Ну, вот, у меня, например, я не хочу думать, честно говоря, о том, что это результат пропаганды и промывания мозгов. Нет, ситуация сложнее. Пропаганда и промывание мозгов есть, но есть гораздо более серьезные и вывернутые наизнанку обстоятельства. Люди ощущают дискомфорт, и им хочется к чему-то прислониться, ощутить себя значимым, уважаемым и достойным. К сожалению, у нас в стране не к чему прислониться, кроме как к Великой Победе, которая была, бог знает сколько лет назад, даже я сейчас посчитать на пальцах не берусь, 45-й год. И вот это, с моей точки зрения, это, с одной стороны, хорошо, потому что победа была, победа была великая и так далее. А с другой стороны, плохо, потому что нет ничего другого. И это вот инстинктивное желание объединиться, присоединиться, опереться, это примерно то же самое, что рейтинг отчаяния Владимира Путина. Потому что больше никого нет. И уж если не Путин, то кто? И вообще мы сироты, сироты перед холодным ветром истории, беззащитные, и нас придут, и эстонцы поработят. Или латыши. Ужас, ужас, ужас. Вот это, мне кажется, опасная составляющая. А то, что люди уважают, помнят и ценят, на мысль это замечательно. Хотя и здесь я, как человек, наверное, злобный, должен припомнить своего батюшку, покойника, который всю войну прошел рядовым, точнее говоря, сержантом, принес с войны пять орденов, два красной звезды, два Великой Отечественной войны, и он их серьезно не считал, и один самый главный, Славу, как раз вот с оранжевой ленточкой, с Георгиевской. И он только на девятое надевал только Славу, потому что это был только солдатский орден. Ну, его давали только рядовым, ну, еще, по-моему, лейтенантом, летчиком. А все остальное давали офицерам. Так вот, значит, к вопросу объединения. Он ходил с этим орденом Славы и с планками, обозначающими другие награды. Там еще куча медалей была, естественно. И когда я его спрашивал, почему, он говорил, я не хочу носить те же ордена, которые носили советские офицеры. У него, как у рядового, о советских офицерах остались самые отвратительные воспоминания. Ну, потому что, в частности, он был телефонистом. И он в 19 лет, он был единственной в роте, у кого была десятилетка за спиной, его сделали телефонистом. И он сам слышал, как генерал орал на полковника по телефону, давай дорасходуй живую силу и отходим на переформирование. А он себя чувствовал этой живой силой, которую надо было дорасходовать, чтобы отойти на переформирование. И, в общем, для меня этот 9 мая, это, как выражено правильно говорить, амбивалентный праздник. С одной стороны, конечно, победа, а с другой стороны, очень много того, чего знать не хотелось бы. Ну, вот он человек был, когда он об этом рассказывал, у него губы начинали трястись, нос белел. Какую-то такую почти ахинею нес. Говорил, что мы на передовой в мерзлой шинели с одной винтовкой на троих должны сдохнуть, а они, особисты, за спиной с пулеметами в овчинных тулупах выживут и будут рассказывать, как Гитлера победили. И поэтому, когда я сейчас вижу, когда эти люди рассказывают, как они победили Гитлера, наматывают на себя вот эти ленточки георгиевские, которые они не заслужили, я бы не стал носить, потому что я слишком понимаю, как это дорого стоило. А они там к мороженому, к чему угодно. И я уж думаю, если крыся потупчик носит, а раньше ленточку, я лучше воздержусь. Родители меня простят. Дмитрий Орешкин, наш сегодняшний гость, Единая Россия сегодня отреагировала на довольно такой большой поток сообщений из разных регионов о разнарядке, в частности для бессмертного полка. И один из руководителей партии, Евгений Ревенко, сказал, от таких сообщений отторопь берет. Собрать по разнарядке бессмертный полк невозможно, а те, кто это пытается делать, откровенно не ведают, что творят. Это народная акция, не надо входить в административный раж. А ведь разнарядки все, наверное, из Москвы, многие идут. И господин Ревенко, ну, может быть, не посылает сам таких распоряжений, но... Да нет, понимаете, я не думаю, что из Москвы. Москва дает общие указания, создает общую систему ценностей. А внизу люди сами не дураки. Они понимают, что надо сделать телевизионную картинку. Кроме того, они действительно боятся, что вот какой... Ведь на самом деле вот этот бессмертный полк, это же была народная акция, снизу пошла, да? Ее приватизировали, обернули, в целлофан... Национализировали. Наоборот, да, национализировали. Приватизировали государству. Я имею в виду, у нас же государство, на самом деле, сейчас является частной собственностью, как отдельной группой товарищей. Если в этом ключе посмотреть, то, да, не будем спорить. Ну, и, значит, вот завернули в целлофан, примотали скотчем гвоздичку, эту геральковскую ленточку, и понеслась душа в рай. Значит, низовым начальникам надо отчитаться перед верховыми начальниками. Верховые, ну, они даже как бы понимают, что заставит дурака лоб, как там, не лоб, а молиться, он и лоб расшибет. Ну, расшибают, ну, что сделаешь, вот такая ситуация. Но губернатор-то все равно ведь знает, что численность колонн бессмертного полка, она будет зафиксирована и отправится по докладу вверх в Москву в администрацию. Ну, конечно, вот он и организует. Этим же оценивается его эффективность как менеджера, так же, как результатом голосования. Как ты это обеспечишь? Это твое дело. Это твоя сфера ответственности. А почему они стесняются признавать, что есть разнарядки? Я про тех, кто на местах. Ну, вы знаете, я вчера прочитал статью, право выбирать. Почему они так, американскую статью, я с выводами не очень согласен, хотя статистика правильная, там анализ показывает результат фальсификации. Да, они есть. Но они пишут, что, по-видимому, так откровенно власть фальсифицирует результаты, потому что она хочет продемонстрировать гражданскому обществу, что оно вообще ничего из себя не стоит. Вот сколько надо, столько и сделаем. Я думаю, что это не совсем так. Или, вернее, так, не везде так. Вот в Чеченской республике, там точно, там было сказано на господина Авдорохманов Дукуваха, который был спикером Чеченского парламента в 2010 году, в Совете Федерации говорил, что если бы Единой России надо было 115-120% голосов, мы бы этот результат смогли обеспечить. Он сказал, что смогли бы добиться, по-моему, такая фраза. Что это? Это действительно демонстрация полного контроля над ситуацией. Сделают вам 146%, вы проглотите. Но я не думаю, что это касается всей страны. Точно так же и вот про выборы, да, и точно так же вот эта самая отчетность. Ну да, отчасти это демонстрация того, что вы это кто такие. Вас привели, вас отвели, ваше дело такое, не будем говорить чье. Поприсутствовали, отошли, пришли домой, выпили. Все нормально. Это значит, с их точки зрения, значит, процесс под контролем, это значит, процесс управляемый, это значит, все нормально. Народонаселение стройными рядами движется к светлому будущему. И отсюда у меня еще один вопрос. В социальных сетях, например, в своих группах, школы, вузы, отдельные предприятия откровенно вешают объявления. Ребята, нужно как минимум 10 человек на колонну для бессмертного полка. Этого не стесняются. Люди оказываются в положении, когда они вынуждены пойти на это. От них я не видел, вот, скажем, ВКонтакте, ни одной жалобы, что, дескать, меня, мою группа гонят туда-то, я не хочу или считаю это неправильным. По-моему, видел за эти дни одно письмо от какой-то мамочки, что, дескать, зачем мое дитя отправляют, и все. А сами те участники этих праздничных, не очень добровольных акций, молчат. Владимир, вас это удивляет? Да, по-прежнему. Это потому, что вы живете в Москве и общаетесь в определенной социальной страте. А если бы ты жил, или вы, я про себя говорю, ты жил там в каком-то конкретном городе, в маленьком коллективе, в учитель, например, да? И ты понимаешь, что это надо сделать, потому что твоему любимому, или не очень любимому директору, холку надерут, если ты не выйдешь. И тебе холку надерут, и у тебя будет волчий билет, даже не такой неформальный, а просто, ну, вот мы все делаем, а он не делает, он что, такой самый умный, что ли, самый белый, самый пушистый? И начинается такой вот террор микросреды. Ты легче отделаться, сходить разок, чем выкаблучиваться. Это вот так мы живем. Вы понимаете, я все через выборы воспринимаю, я человек этим ушибленный. Вот сидят хорошие тетки, нормальные учительницы, и знают, что фальсифицируют. Более того, одна закрывает там камеру, а друг... А потом приходят домой вечером, утирая пот после тяжелого рабочего дня, и ругают власть. Потому что, ну, как? Ну, как ее не ругать? Ну, как ее не ругать? И вот это и есть мой любимый русский народ, который я люблю и уважаю. А что она скажет? Я не буду... Я не буду, скажет она, как в Петербурге одна учительница. Выгнали ее, выгнали с работы. Шумно-то было. Ну, слава богу, это Петербург, она найдет другую работу. А если это маленький город на Волге? А может быть, поэтому люди ищут некий вариант компенсации. Я к событиям последнего месяца. Окей. Сегодня вы меня заставляете идти на 1 мая. Я схожу, чтобы не нарваться на неприятности. Но 29 марта я выйду с Навальным. Например. Нет. Это асимметрия в этом есть. Тут ты выходишь, и ты понимаешь, что ты, в общем, может, тебе это не нравится. Но ты реализуешь социально правильную, социально одобряемую социальную поведение. Человек не чувствует себя униженным. Вот кто-то чувствует, а кто-то нет. Это вот самое важное. Потому что 15-20% населения, наверное, это понимают и чувствуют. А вот процентов 80, я думаю, нет. Я думаю, так нормально, так всегда было. Так все ведут себя. Это норма. А раз норма, то чоприк в нее выпендривается. Вот смотрите. Мы каждый день практически видим сообщения, которые приходят из разных концов страны. Не только там из Москвы, Питера, да, чего-нибудь большого. А прямо вот из самых разных небольших городов отовсюду. Что тут какие-то очередные школьники выложили, значит, распекание училки. Тут какие-то возмутились, пошли на акцию Навального. Или там что-то такое сделали. Или записались в его волонтеры, и их, значит, там повели куда-то тоже ругать и наказывать. И это не то, чтобы один, два, три каких-то героических примера. Они, может быть, и героические, но их много. И это вот уже просто такой четкий тренд. Насколько серьезно вы это воспринимаете именно как тренд вообще? Вы знаете, очень серьезно. Во-первых, должен внести занудливую поправку. Ну, конечно, нельзя говорить, что вот это Москва здесь так, а во всей стране и так. В каждом городе есть своя группа людей, которые борются за чистоту выборов. Ну, понятно, да? Значит, просто вопрос в размере этой группы, в ее независимости и в ее перспективах. В провинции, конечно, все это просто гораздо труднее. Надо это понимать и с уважением относиться. Но при этом вся страна сейчас переживает, с моей точки зрения, новое качественное состояние. И, в частности, то, с чего вы начали, вот поддержка войны, победы, как никогда консолидированные, на мой взгляд, косвенное подтверждение этому. Потому что люди ощущают накапливающееся разочарование, непонимание и, как интеллигенция говорит, фрустрацию. Вот когнитивный диссонанс с двух больших букв, КД. Мы вроде поднялись с колен, мы вроде всем показали. А жизнь как-то лучше не становится. И как-то врут все наглее. И как-то вот уже и не верится. И люди от этого стараются защититься тем, что мы же ведь победили, правда. Мы все равно всех сильнее. И вот это ощущение самодостаточности, оно черпается в том глубоком прошлом. И это есть реакция на то, что власти уже понемножку все меньше и меньше верят. И еще сами себе в этом не хотят признаться. Это очень трудно себе сказать, что меня обманывают. Я, в общем-то, они меня не уважают. Это значит признать, что ты, в общем, никто. Это первый шаг для того, чтобы осознать, переделать себя. Но его сделать чудовищно трудно. Так вот сейчас я думаю, и это очень не кстати к президентскому циклу, что начинается вот это разочарование. Пока скрытое, пока очень даже непонятное, как-то непонятно выраженное. Но вдруг пошли другие люди на демонстрации. Вдруг началось брожение не только среди дальнобойщиков, но и таксисты какие-то сейчас формируют. Профсоюзы против, не против власти, ни в коем случае против Яндекса. Яндекс у них эксплуататор или кто-то еще. Ну, в общем, вот что-то зашевелилось. Что-то в головах у моего народа зашевелилось. И, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это опасно. Потому что я слишком хорошо знаю свой народ. Завершаем, может быть, праздничную тему, которую мы начали. Николай пишет. В Саратове управление культуры администрации города сгоняют по 10 преподавателей от каждой музыкальной школы на акцию «Бессмертный полк». Вопрос, не знаю, звучит, конечно, риторически, от Виталя. Во-первых, зачем власть использует победу в своих интересах? Ну, вы об этом сказали. И второе, насколько это морально. Ну, и еще от Юли из Нижегородской области. Зачем вы оправдываете этих учителей? Мы-то делаем этот выбор ежедневно, лишаем себя всяких теплых мест и прочее. А они, значит, выходят бедные и несчастные. Понимаете как? Понимать не значит оправдывать. Просто я понимаю, мне кажется, что мне здесь, в Москве, легче. А в провинции труднее. Поэтому те, кто в провинции самоутверждаются, они гораздо более смелые, самодостаточные люди, чем мы здесь. К мальчику в Владикавказе пришли эшники за фразы, которые мы в эфире произносим здесь на полстраны каждый день по 100 раз. Ну, конечно. Поэтому, мне кажется, я должен продемонстрировать больше уважения к этим ребятам, которые там что-то делают. И понимание к тем, кто не делает, чем хвастаться собственными там какими-то свободомыслием и еще чем-то здесь, где это легче делать. Здесь есть эхо, в конце концов, да? Дмитрий Орешкин сегодня персонально ваш. Зачем Навальному дали паспорт заграничный? О, я думаю, это вот как раз типичнейший случай для авторитарных государств или вождеств. Только первое лицо может проявить гуманность, либерализм, сдержанность в такой системе ценностей. Все, кто внизу, могут только давить. А это первое лицо? Я думаю, да. А вот представьте себе, человеку не дают, не дают паспорт. Я когда получал паспорт, я сдал, и потом месяц или сколько-то ждал в очереди. А тут ему домой звонят и говорят, вы знаете, вдруг созрел паспорт, не зайдите ли, не зайдете ли получить. Конечно, это самого верха. Это как Сахарова, которому вдруг позвонили из Москвы и сказали, что приезжая из Горького. В некотором смысле. И я думаю, что иначе бы ничего не двинулось. Так что настал момент, или самому Путину показалось, что что-то ребята перебнули с глазом. Все-таки ему ничего, человеческое ему не чуждо. Такой вопрос, что настала система не человеческая. Ну да. А потом, почему бы не впустить назад? Есть же варианты такой, понимаете? То есть мы думаем, что только для питерских террористов принимается закон об отзыве гражданства? Нет, гражданство можно и не лишать, но как-нибудь найдут способы. Там надавить, посоветовать, здесь что-нибудь сделать, чтобы не смог вернуться. Но 15 лет назад, или сколько, чуть меньше, это не сработало с Ходорковским, которому намекали. Вали из страны, останешься жизнь здоров и достаточно богат. Вы знаете, я имел возможность с ним говорить как-то. И вот он задним числом говорит, если бы я знал, что будет так, я бы лучше застрелился. То есть надо думать, что он уж точно бы лучше предпочел там остаться. Но поскольку он человек сильный, то вот он каждый день это пережевывал, каждые 10 лет. Ну, сколько там, 9 у нас сидел. Но пережив все это, и переживав все это, глядя назад, никому. Как вы считаете, Навальный понимает, во что он ввязывается? Это уже поздно. Я думаю, что если бы мы сейчас спросили, вот ты не жалеешь, что ввязался? Не знаю, как бы он ответил, но думаю, что уже жалеет. Но теперь ему хода назад нет. У него брат сидит, но у него все, он уже встал на эти рельсы. И у него нет выбора. Поэтому он очень опасен для власти. Я думаю, что это действительно политик, это политическое животное. Как к нему не относись? Хорошо, плохо, но он сильный человек. И от того, что с ним делают, он делается только сильнее. Власть боится его отправить за решетку? Боится, боится. Но, возможно, будет вынуждено. А еще сильнее она его боится допустить на президентскую дистанцию. А вы думаете, вот на ближайших президентских выборах уже все? Он сошел с дистанции? Или все-таки... Нет, он не сошел. Это когда... Прямая, о чем вы говорите. Смотрите, он сильный человек. Это проявляется в том, что он играет не по чужой повестке дня, а формирует свою. Его не регистрируют, а он идет на президента. И формально говоря, он может это идти до даты назначения этих самых выборов. И может об этом говорить. Формирует предвыборные шаги, штабы и так далее. Я думаю, что его не зарегистрируют. Это мне с самого начала, как казалось. Но, тем не менее, это будет его избирательная кампания. Понимаете? Потому что, ну, Путин... Все, он уже в том-то и ужас Путина, что он уже все, что мог сделать и сказать, сказал. Он уже новым не предстанет. А Навальный представляет альтернативу. И чем хуже дела у власти, тем больше внимания к Навальному. Вне зависимости от того, на самом деле, плох он или хорош. Вот мы уже, как я пытался сказать, что мы вошли в ту фазу, когда вот телодвижения власти, они вызывают такое несколько даже брезгливое отношение. Ну, что они так по младчам нас обманывают? Что уж они совсем нас за идиотов держат? А кто другой? А другой один. Ну, не Геннадий Жаннадьевич Жиганов, да, и не Григорий Алексеевич Явлинский. Меня простите. То есть, они сами лепят альтернативу. Вот, все-таки, чем примечательна наша сторона? Во многом она держится на абсолютно неформальных отношениях, которые просто цементируют все. Пишут нам из Башкирии. И вот я иду, например, 9 мая по приказу начальника. И он становится мне должен. Потом он меня за прогул не накажет. Народ умеет устраиваться. Вот даже в каких-то откровенно невыгодных для себя ситуациях ищут возможные плюсы. Вот так и взаимодействуем друг с другом. И с друг с другом, и с теми, кто выше нас. Горизонтальные связи называется. И формы вертикали власти, если угодно. Кстати, о вертикали власти. Сегодня у Путина на приеме была уполномоченная по правам человека госпожа Москалькова. И она вновь подняла тему, с которой к ней прежде обращались, в том числе, преследования геев в Чечне. Ведь и Кремлю раньше задавали вопросы. Песков говорил, нет-нет-нет, это все слухи. А сегодня Путин, во-первых, выслушал ее. Наверняка они обсуждали много вопросов, но именно об этом официально пресс-служба сообщает. Более того, президент пообещал, что он поговорит с генеральной прокуратурой и МВД, чтобы они занялись этой темой. Выяснили, что и как, и если надо, там что-то вмешались. И еще один любопытный момент. Это сказала уже по итогам разговора с президентом госпожа Москалькова о том, что, может быть, не в Чечне, а в Центральной России нужно создать специальную такую группу проследований или по приему жалоб от чеченцев, которых притесняют за их там сексуальную ориентацию. И только. То есть, только по этому поводу, если их притесняют. Ну, поскольку этот вопрос был в центре внимания, то именно это обсуждалось, да. Интересно, что не в Чечне, не чеченская прокуратура, которая тоже там вроде как свое расследование проводит. Притесняют, как бы, да. А здесь, на другой части территории России. Почему вдруг Кремль? Понятно, что с Путиным и Меркель говорила, поднимала тему преследования геев в Чечне. Может быть, ему и другие мировые лидеры звонят и пишут. Он реагирует на международную такую мягкую обструкцию? Почему он вдруг все-таки решил хотя бы дать поручение прокуратуре МВД? Что поменялось? Если поменялось? Ну, я, конечно, не знаю. Вот это слишком такой специфический вопрос. Надо было спросить у Владимира Владимировича Путина, что поменялось. Ну, конечно, Меркель не только говорила об этом, но и сообщила на пресс-конференции, что она об этом говорила. Потом это выползло не только у нас через там новую газету, но и за рубежом. Потому что мир глобален, да. И уже говорить о том, что этого нет, как говорит господин Кадыров, просто невозможно. И, наконец, мне кажется, проблема Владимира Путина заключается в том, что Чечня систематически демонстрирует готовность вести себя вообще отдельно. Вот кровная месть у них считается благом, как говорил господин Кадыров. То, что там у чеченского народа не может быть гомосексуалов, это тоже замечательное изобретение господина Кадырова. Что у него там еще есть? Да, платки вот в школах, все эти, которые только там проводятся. То, сжигание домов подозреваемых в терроризме. Присажение людей, система того, что называется солидарной ответственности. Это как раз характерно для варварских режимов, когда не индивидуальный человек несет ответственность за свой проступок, а весь его социум. Или его деревня, или его род, или его семья, или его национальность, или его класс. Это, в общем-то, всегда разница между цивилизацией и варварством. Там принцип индивидуальной ответственности или солидарной ответственности. Но это не самое главное. Мне возвращаясь к этому... Еще вот эти вот все истории, связанные там с браками, с регистрировать, не регистрировать, вот как это все осуществляет, кому брать. Проблема в том, что Чечня единственная у нас мононациональная республика, откуда после войны 200 с лишним тысяч русских бежали. Ну, русских, в широком смысле слова, русской языки, людей русской культуры. Там и украинцы, и белорусцы, и евреи, и кто угодно. Бежали. Остались одни чеченцы. И сейчас это отдельный мир, который обладает гораздо большим набором полномочий, чем, например, там Ичкерия бывая. Дефакты существующие здесь. И раз за разом господин Кадыров все время демонстрирует склонность к экспансии. И в территориальном смысле он то задирается с Ангушетии, то с Дагестаном. И в смысле социального пространства все больше и большую часть полномочий он под себя подтягивает. И вот сцепился тут с Роснефтью и так далее. То есть на него нет угомона. И я думаю, что Валерий Владимирович решил, что, наверное, настала пора чуть-чуть аккуратненько, вежливо дать понять, что есть еще власти помимо города Грозного. Есть еще и Москва. И поэтому правильно. Смешно было бы делать этот контрольный орган в Чечне, куда не пускают даже людей из следственных органов для того, чтобы провести допрос у людей, которые там связаны с убийством Бориса Немцова. Что косвенно подтверждает, насколько эта часть Российской Федерации неуправляема на самом деле. То есть Центр по защите делается вне ее. И я думаю, что неизбежно это должно было быть сделано. Но то, как и где это делается, свидетельствует о том, что руки-то не доходят. На самом деле это даже не воссалитет, а что-то почти что конфедеративное. Это почти что как Бухарское ханство при Царской империи, которое было протекторатом. То есть там формально говоря, это было почти независимое государство. А вообще-то говоря про геев, я думаю, что это травма в российской ментальности. Потому что если бы проблема гомосексуальности непозволительно важна для российской культуры. Непозволительно в том плане, что если бы не было болезненного отношения к этому, ну подумаешь, ну гей и гей. Понимаете? Но это подавлено, запрещено. Это порождает такое сапрессивное, депрессивное состояние, которое на самом деле проявляется то в том, то в этом. Вот когда какому-то там зэку в задницу вставляли бутылку из-под шампанского, у нормального человека это в голове будет, я бы ни с какие деньги это удовольствие не стал практиковать. Меня не интересует вот то, что там у зэка сзади. Ну, это никому просто не может прийти в голову такая фантазия. А если она пришла в голову, то это называется анальный садизм, как Фрейд это описывает. Это называется подавленное как раз влечение гомосексуальным доминирующим вот этим вот игрищам. И то, что Фрейд об этом говорит, то, что господин Милонов с писаной и торгой с этой темой носится, это знак того, что на самом деле он просто изжить это пытается в себе, я так понимаю, эту ситуацию. И вот массовое сумасшествие по поводу геев, какая тебе разница, с кем он спит, по большому счету. Ну, вот успокойся ты. Нет, не могут. А в честь нет, их вообще говорят, не может быть как класса. А они есть. Здесь пишет Евгений Спензе. Представляю, как их передергивает и коробит, когда приходится обсуждать гейскую тему. Евгений, мне кажется, вы это не представляете. Потому что... Кого их? Это было во время нашего разговора про администрацию президента и про встречу Путина с уполномоченным. Не знаю, какова численность администрации президента России, но полагаю, что там несколько тысяч человек. Ну, найдутся, конечно. Вот. Просто найдутся. В книжках по сексологии указано, что геем является каждый десятый мужчина. Лесбиянок среди женщин заметно меньше, на порядок или там на два даже. Так вот, если в администрации президента несколько тысяч сотрудников, то там работает несколько сотен геев. И они окружают и главу государства, и руководителя его администрации, и министров, они все там. Они есть, и поэтому там сильно это никого шокировать не может. Они вокруг, они среди нас, они часть нас. Поэтому нужно представлять себе более-менее масштабы, и та же самая пропорция, она наблюдается в любом сообществе и в любом этносе. И в Чечне соотношение примерно такое же. Как бы это ни было не грустно признавать господину Кадырову. У вас еще заставят извиняться перед чеченским народом. Заранее извиняюсь за приведение силы. Теперь оставим тогда физиологию, то, что с ней может быть связано. На 14 мая в Москве намечен протест против вот этого проекта реновации. Люди группируются, объединяются в социальных сетях, но в последние дни у них пошло такое немножко такое веяние, мы отдельно, а политика отдельно. Мы не хотим примешивать, не хотим политических партий, не хотим никаких лозунгов и флагов. Мы надеемся сами, без политики, как-то побороть эту проблему, с которой мы столкнулись. Можно это разделить в случае реновации или нельзя? Правы они или не очень правы? А дело не в том, правы или не в правы. Дело в том, что по-другому никак невозможно. Больше всего сейчас люди боятся связаться с политикой. Вот общаешься с дальнобойщиками, общаешься с лидерами новых неформальных профсоюзов-таксистов, они говорят, нас политика интересует, мы курс партии и правительства поддерживаем, присоединение Крыма, это нам очень нравится, то, что Соединенных Штатов поставили на место, нам тоже очень нравится, только непонятно, почему денег нет. Ну, можно долго и убедительно рассказывать, как это все связано с Крым нашим, с санкциями, со всеми остальными, но это их не интересует. Их интересует справедливость. А они говорят, в том числе и мне, вот если ты найдешь способ, например, дорогу к Собянину или дорогу к Путину, мы тебе будем очень признательны. Нам надо решить вопрос, нам не надо с ними политическими толковищами заниматься, нам надо, чтобы Яндекс брал не столько-то, а вот столько-то, и чтобы Платон был не вот такой, а вот такой. И оцените своей политикой. Хотя при этом таксисты злятся на дальнобойщиков, что те чего-то начали увлекаться политикой тоже. Хотя, я так понимаю, у дальнобойщиков там тоже есть разные ребята. Но просто дальнобойщики давно тут сидят. Да, да, они давно тут сидят. И они прошли просто уже несколько фаз, а у таксистов все только в самом начале. То же самое и с жильем. Если у человека есть возможность получить за свою маленькую и плохую квартирку, хорошую и побольше, в том месте, где ее устраивают, так он, какая политика, он побежит куда угодно, с кем надо встретиться, и на какую угодно акцию в поддержку кого угодно выйдет. Вопросов тут нет. Проблема в другом, что люди еще не подумали о том, откуда это все взялось. Вот они, мне это кажется очевидным, потому что я вот давно здесь сижу, как говорится, построили жилья в Москве, в том числе в Новой Москве, огромное количество, в расчете на то, что будет спрос. А спрос упал. Жилье стоит. Рождается вполне естественное желание, поскольку строили его строительные комплексы, делал всегда мафиозные, связанные с местной властью, деньги теряются общие, и чиновники тоже их теряют. Значит, давайте мы, если не покупают люди у нас это жилье, продадим это бюджету, заказенный счет, а вы туда переселите народное население. Значит, те, кто вложились уже, свои деньги отобьют и получат прибыль, ну, а заодно, значит, начнется вот это вот переселение. То есть, мне кажется, здесь достаточно понятно коррупционная составляющая, денежная составляющая, шкурная составляющая. Ну, естественно, это все вписывается в политический контекст, надо к выборам сделать так, чтобы люди были довольны. А вот это состояло, это большая политическая ошибка, потому что за год ты не сделаешь так, чтобы люди были довольны. Боюсь, что люди будут, скорее, недовольны. Но вот убедили кого-то там наверху, значит, решили это делать. Я думаю, что не кстати решили, но, видимо, уж очень слишком большие траты были в этом самом промышленном строительном комплексе и, соответственно, у людей, которые курируют в правительстве города. Вот мы наблюдали уже не один раз, как по самым разным поводам действительно изначально неполитические группы превращались в результате в такую большую политическую движущую силу и создавали политическую движуху. Например, как это было неоднократно на протяжении последних нескольких десятилетий с экологическими разными историями, когда они начинали с защиты какой-нибудь территории от какой-нибудь вырубки или какого-то воздействия какого-нибудь комбината, а потом дальше все это превращалось уже буквально чуть ли не в политические партии. Там то же самое было с ЛГБТ. Еще можно массу других примеров найти. Видите ли вы в этих группах и протестах против реновации в Москве, а нет никакого сомнения, что в других городах тоже сейчас будет все это продолжаться, потому что есть такие планы и на другие регионы. Видите ли вы вот такой протестный потенциал в этой ситуации? Может ли она действительно превратиться во что-то большее? Я думаю, что это конкретно нет. Мне кажется, что это, скорее, симптом общего накапливающегося разочарования, которое в разных секторах по-разному проявляется, совершенно нет экологических протестов, например, вот сейчас именно, не актуально. Химкинский лес был, видимо, последним таким большим крупным кейсом. Да, но я думаю, что это было не только связано с тем, что экологи были, но еще с тем, что, а именно с тем, что надо было Лужкову снять. И это немножко поддерживали. Меня тогда еще удивляло, почему этих ребят приглашают на Пушкинскую площадь, они там так себя радостно ведут. Их, в некотором смысле, использовали в темную, не в обиду, будет сказано. Ну, просто те, кто занимается политикой, люди умные, они понимают, что вот это можно направить против Лужкова было. И, в общем-то, и сыграло это. Канализировали. Да, а потом, значит, достаточно тихо все это разгребли и затихло. Вот сейчас нет настоящего буйного, который мог бы этот процесс возглавить. И нет раскола в элитах, которые могли бы эту штуку использовать для того, чтобы нанести удар по кому-то, по Собянину там. Что никому неинтересно нанести удар по Собянину? Нет, очень даже интересно, но при этом не получить удар по себе, значит. А вот пока я не вижу. Я вижу, как там клюют Дмитрия Анатольевича Медведева, там, при всяком удобном случае, довольно активно. А вот Собянина что-то никто не трогает. А вот говорят, что элементом такой подковерной борьбы как раз является решение спикера Госдумы Володина отложить на пару месяцев, как минимум, а скорее всего и дольше, рассмотрение закона о реновации. Что, дескать, таким образом Володин выступает, ставит под ножку Собянину. Они, как говорил один знакомый генерал, не исключено. Дмитрий Орешкин в гостях на Эхе Москвы. Немного у международной проблематики, хотя с нами напрямую это связано. Вот вроде бы такой очевидный разрыв в рейтингах. Макрон и Лепен во Франции. Почему наши пропагандисты, в данном случае, сужу по телевидению, продолжают так носиться с Лепен? Мне кажется, они просто уже стали, отстали от жизни. Они какие-то глупые стали. Вот вы знаете, с душой. Были очень умные, да. Они как-то были адекватнее. Ну вот так, что ли. А сейчас, ну или это чувствовалось нам с вами. А сейчас, мне кажется, это видно уже, что называется, с невооруженным глазом. А что им делать? Им на Макрона переходить? Ну, на самом деле, а вдруг Лепен победит еще? А тогда они будут молодцы. А во всяком случае, они не знают, что делать. У них вот это ощущение... Но они же должны понимать, что победит Макрон, и им придется, как бы то ни было, налаживать контакты с новым президентом. Да и, а при чем здесь они-то? Кто их всерьез воспринимает, что ли? Налаживаю, будет наверху, Лавров будет налаживать. А те, кто тут тявкал, они-то, причем, они будут в другую сторону тявкать. Команды они от кого получают-то? От верхов. Пока задача в том состоит, как я понимаю, чтобы дискредитировать весь процесс сам по себе. Избирательный процесс во Франции. Как, собственно говоря... Просто расшатываем. Ну, что можем. Везде, где можем, подпортить. Ну, грех не подпортить. Разве нет? Ведь на этом Родина стояла. Мне казалось, что есть какие-то более глубинные смыслы наши, в том числе внешней политики. Вот тут вы заблуждаетесь. Боюсь, что уже нет. Может быть, раньше были, а сейчас везде, где можно, просели. Остается только, где можно шпилечку вставить и колесико проколоть. А более величественное, что-то я не наблюдаю потенциала. А вы думаете, все-таки Либбен проиграет? Мне кажется, да. Хотя в таких случаях бывает, что когда все скажет, все-все-все схвачено, как раз вдруг неожиданно и выскакивает. Но слишком велик зазор. Слишком... За два дня до голосования. ...одиозна сама персона. Так что есть, конечно, ненулевая вероятность, что такое случится. Но думаю, что уже игра сыграна. Но что может утешить российских геополитиков, так это данные опросов, показывающих, что если бы в выборах президента Франции участвовали граждане России, то победила бы, уверенно, Марин Липен. Это означает просто, насколько все-таки эффективная штука телевизора. Да мы просто любим таких немножко отмороженных. Как мы можем ее любить, если мы с ней не общались? Мы с ней общаемся только через телевизор. Кусочки показывают нам ее выступление и хвалят. Нет, но это же называется «Поеду в Санта-Барбару, я там всех знаю». Ну, вот именно так, да. Ну что ж, спасибо большое. Будем дальше вместе следить за событиями, как во внутренней политике и международной. И периодически встречаться с Дмитрием Орешкиным, который нам будет объяснять, что за этим стоит на самом деле. Если бы я сам по нему. Спасибо большое, Дмитрий Орешкин. В программе персонально ваш.